Сегодня у нас 37 урок. Говорит нам Рав Шалам Аруш, что бывают ситуации, которые вот прям реально, он сейчас нас уводит в край. Бывают ситуации, ну реально крайне ужасные ситуации, дикие ситуации, в которые человек попадает. Здесь он приводит, например, случай, когда это был лагбоммер 2009 года, лагбоммер 2009 года, и он пишет, случилось ужасное несчастье, случилось ужасное несчастье, автокатастрофа на дороге из Мирона. Значит, в Мироне похоронен Рабишиман Барьюхай, который, кстати, он состоит из книги Зоар. И каждый год лагбоммер, это, значит, 33 день отчета омера, в этот день, в этот день празднуют его уход из этого мира. Он сделал этот день праздником. Он, когда он уходил из этого мира, он собрал своих учеников и сказал, что это самый счастливый день, мне сейчас открылись самые большие тайны, и сейчас я перехожу в следующий мир. И лагбоммер этот день празднует уже, он жил около 2000 лет назад, уже 2000 лет празднует этот день, день его ухода из этого мира. И вот, значит, в 2009 году, говорит нам Раб Шаломаруш, по дороге с этого праздника случилось ужасное несчастье. До половины третьего ночи я провожал в последний путь пять святых погибших, двух взрослых и троих детей. То есть, я так понимаю, была автокатастрофа, и семья, которая ехала на машине, двое взрослых и пять детей погибли. Он пишет со страшной тоской в сердце и никак не мог прийти в себя. Это действительно страшное событие, это были, очевидно, какие-то близкие для него люди, его ученики. И он говорит, я проснулся в страшном состоянии и никак не мог прийти в себя. Значит, мне пришлось очень тяжело поработать над собой, чтобы одолеть эту ужасную скорбь. Он говорит, я слышал много уроков о благодарении, и сам я провел немало от этих уроков. Он автор этой книги как раз с отблагодарности, которую мы изучаем. Говорит, но было мне при этом жутко плохо внутри. И я повторял себе, повторял, повторял вот эту фразу, что все, что делает Всевышний, все к лучшему. В мире нет зла, я ничего не понимаю и не знаю, а я только верю, что все к лучшему. И я повторял и повторял эту фразу раз за разом, раз за разом. То есть идея такая, что я не знаю и не понимаю, что вокруг происходит. То есть у человека очень ограниченное понимание. Но я верю, что все к лучшему. Я не знаю, как это к лучшему. Я вижу, что скоро плохо умерли эти люди. Сейчас в Израиле погибло 1400 безвинных людей, 200 человек в, 240 человек в заложниках. Каждый день гибнут солдаты, которые освобождают этих заложников и террористов этих пытаются уничтожить. В мире находятся какие-то сумасшедшие люди, которые обвиняют Израиль в том, что он делает. И то есть это ужасно. Но как он говорит, я не знаю и не понимаю, что происходит. Но я знаю, что все, что делает Всевышний, все к лучшему. В мире нет зла. И я верю, что все к лучшему. Так он себе говорил, Рав Шаламаруш. Так мы можем себе говорить. Можем не так. Человек выбирает, что себе говорить и как себе интерпретировать то, что происходит вокруг него. И он говорит, когда я это повторял и повторял, все эти слова звучали в моем сердце, все уроки я вспомнил. И ко мне вернулась вера и радость. Речи, исполненные веры, вот что возродило и укрепило меня. То, что я себе говорил, что я верю, что все к лучшему, меня возродило. Тогда я подумал, что же делать человеку без этого? Как ему жить? Как продолжать жить после обрушившегося на него горя? Я слышу много историй, говорит о людях, которых ломает даже не очень страшная беда. И они ломаются, и они полностью, их жизнь разрушается. Я видел своими глазами одну ситуацию, как один парень. Он был преуспевающий бизнесмен, жена, дети. Все. Потом он развелся с женой. Я не знаю, это мой совсем не близкий знакомый. Просто я вот мельком видел со стороны эту ситуацию. Но он развелся с женой. Очень тяжело пережил это, переживает. И он впал в пессимизм. И он реально впал в пессимизм. Все плохо, выхода нет, люди плохие. Если уже меня... Вообще развод это страшная такая вещь для человека, да? То есть когда люди женятся, они же любят друг друга, они желают жить вместе. И потом получается, что как будто бы тот человек, которого ты любишь, он тебя предал. И ты... Или ты его не любишь, уже перестаешь, там, обвиняешь его, что он такой. Или, неважно, или он тебя бросил, да? И он тебя в чем-то обвиняет. Но когда люди разводятся во многих случаях, то у них внутри происходит некий надлом такой, да? Что разрушение ожиданий, разрушение той, ну, как бы, близости, которая была, оно ломается. И человек может из-за этого сильно обозлиться. И вот он пишет, что, значит, людей ломает не очень страшная беда. А когда человек сломался, и он себе говорит, что все плохо, все плохо, то как он вылезет из этой ямы? И дальше он продолжает, Раф Шаламаруш. Все мы люди, и во время испытаний мы чувствуем боль. Невозможно и даже не следует это игнорировать или подавлять свои эмоции. И тот, кто верит, что все к лучшему, он тоже испытывает боль в моменте, да? Мы плачем и скорбим, но потом все, стоп. Нам есть куда вернуться. У нас есть вера, дающая нам силу жить дальше. Жизнь продолжается. То есть, рассмотрим ситуацию. Допустим, человек развелся, да? Он верит, что все к лучшему. Значит, он верит, что найдется второй человек, другой человек, его вторая половина. Он верит, что сам он исправит в себе все какие-то сложности, недостатки в своем характере и так далее. И так далее. Он верит, что Всевышнему подготовил хорошую жизнь, хороших людей, хорошее будущее. То есть, такая вера, она его поднимает. Она дает ему фундамент, опору, и он действительно может построить жизнь. Человек, который сломался, он тоже верующий. Только он верит, что все будет плохо, что никаких шансов нет, что и так далее. Он тоже верующий. Пессимист верит в то, что будет все негативное. Оптимист верит в то, что будет все позитивное. Пессимист верит, что он ничего не может и никто ему не поможет. Оптимист верит, что он же про себя он верит. Я все могу выстроить и мне все помогут. То есть, все живут в мире веры. Все люди верующие только веруют в разные идеи. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в Дарвина. Кто-то верит, что все будет хорошо, кто-то верит, что все будет плохо. Кто-то верит, что душа выходит из этого мира и идет в рай, кто-то верит, что души нет, никуда она не идет. Мне искренне жаль людей, которые не верят в Бога, не верят в то, что есть жизнь души после выхода из тела. Мне искренне жаль тех людей и детей, которые верят, что все будет плохо. Это страшно жить в... Знаете как, мысли о будущем это как иллюзия, как нити сценарий фильма, который ты собираешься смотреть. Ты не знаешь, каким он будет, но не жаль тех людей, у которых в будущем у них... Знаете, ну как твоя жизнь? Я буду смотреть сериал фильма ужасов. Ну и он, получается, будет жить в фильме ужасов. А другого спрашиваешь. А как твоя жизнь? Я не знаю, но мне кажется, что это будет все комедийные серии. Я буду просто ухахатываться каждый год моей жизни. Это будет новая серия комедийного фильма, в котором, ну вот, будет мне весело. То есть, все это вопросы веры. Да? Он говорит, что тот, кто верующий, что все к лучшему, даже когда в данный момент, в моменте ему плохо, он испытывает боль, но ему есть куда вернуться. Он поиспытывал, поиспытывал боль. Потом он говорит, все, хватит. Дальше он рассказывает еще одну очень такую яркую историю о том, как он навещал женщину, которая вдова. А вдовела в очень молодом возрасте. И он говорит, я пришел к ней с утешениями, но оказалось, что утешили и укрепили меня самого. Вдова рассказала мне, что ее муж в последние месяцы жизни нашел великое сокровище. Какое? Книги. Сад веры, сад мудрости, сад благодарности. Вот эти книги мы изучаем сейчас сад благодарности. И она рассказала, что в последние месяцы своей жизни муж читал и изучал эти книги, делал заметки на полях. У них были все уроки на дисках о благодарности и благодарении. И он снова и снова повторял жене, что в их доме должна царить исключительно благодарность. Через несколько месяцев, когда они вместе изучали эти книги, слушали диски и укреплялись вере, ее муж умер, да пребудет он в мире. И сказала мне вдова, он говорит, сказала мне вдова, послушайте, я за все говорю спасибо. Если бы мне не было неудобно перед людьми, я пустилась бы в пляс, сказала вдова, представляете. Муж меня подготовил, и я вижу в этом его завещание, за все говорит спасибо. Я благодарна Всевышнему, я принимаю все с верой. Не знаю, не понимаю ничего, но Всевышний знает, что делает, а делает он только хорошее. И спасибо Всевышнему, говорит она. Действительно, он продолжает, если бы она рыдала и скорбела, неужели она вернула бы этим скорбью и рыданиями своего муда? Конечно же нет. Теперь, он там на небесах, он тем, что он приобщил ее к вере, к свету, к любви ко Всевышнему, к благодарности Всевышнему, ему это только там помогает. Если эта женщина, вместо того, чтобы продолжать свою жизнь растить сирот, будет упиваться своим горем, она лишь отпадет от веры, значит, на самом деле, согласно вере, скорби нет места. Сделанное Всевышним всегда благо. Но всегда, в любой ситуации, следует знать, что Всевышний благ, нет зла в мире. И он говорит, поэтому Тора позволяет скорбеть умеренно, но запрещает пребывать в трауре больше, чем следует. На самом деле, как мы писали, не стоило бы печалиться вообще. Но невозможно потребовать от человека, чтобы он вообще не горевал, ведь в конце концов, это человек со своими эмоциями. Но, по крайней мере, нельзя предаваться скорби больше, чем следует. Вот так вот он нам советует из двух этих историй. Теперь, понятное дело, что кто-то может возразить на это. Всегда можно возразить на все, что угодно. То есть, было бы желание. Можно возразить на все, что угодно, сказать, нет, это нереально, все. Все реально. Есть люди, которые думают так. Есть люди, которые думают по-другому. Есть люди, которые просто погружаются в это негативное болото. Все плохо, все ужасно, все так. И в итоге они просто уничтожают себя, свою нервную систему, свою жизнь, свои отношения с окружающими. И говорят, смотрите, как я прав, что все плохо. Есть другие люди, они говорят, слава Богу, Всевышний, добр, милостив, он, естественно, ведет меня каким-то особенным путем. Да, как была, например, была Теллен Кеттлер, ее звали. Теллен Кеттлер, она родилась слепой, глухой, никогда не видела вообще. Но она, я ее, честно говоря, не читал в книге, но она говорила, что жизнь – это удивительное приключение. И она, прямо это была ее фраза такая известная, что жизнь – это удивительное приключение. Она рассматривала свою жизнь слепой, глухой девушке, которая ничего не видит, как удивительное приключение. А если люди имеют руки-ноги, им скучно. Вот он говорит, жизнь – это вообще скукотища, одно плохо все. То есть, это выбор, это выбор, как ты создаешь свою жизнь. Теперь вера – это, поэтому это и есть выбор, да, то есть, поэтому и называют человека верующий. Да, ты кто? Я верующий, а ты кто? Я тоже верующий. Тот, кто говорит, что я не верующий, он тоже верующий, только он верит в неверие. Понятно, да? Хорошо, дорогие друзья, значит, с этим мы разобрались. То есть, говорит нам Рав Шаламаро, что даже в крайних ситуациях нужно продолжать говорить себе, что Бог добрый, все к лучшему, Бог добрый, все к лучшему. Я не знаю, не понимаю, но я точно верю в то, что все к лучшему. И вот эта вера, что все к лучшему, она, во-первых, человека поднимает из любой ямы эмоционально. Во-вторых, она приводит к тому, что все к лучшему. Она реально формирует те события, которые к нам приходят в жизни. Хорошо, двигаемся дальше. Что нам предлагает Рав Зелек Плистин, значит, 37-й урок. 37-й урок, он нам предлагает тон of voice of gratitude. Он говорит тон благодарности, тон голоса во время благодарности. Он говорит, бывают такие thank you, бывают такие спасибо, которые сказаны without any feeling, о эмоциях, которые сказаны без всяких чувств или эмоций. То есть, спасибо. Я очень вам благодарен, что вы пришли на урок. Очень благодарен, что вы изучаете Тору. Очень благодарен всем партнерам, спонсорам ВАИКРА, что помогают деньгами. Спасибо вам большое. Это я сейчас сказал спасибо без эмоций. Он говорит, бывает такое спасибо, которое сказано безжизненным голосом, без эмоций. Но there is a sent you, а бывает sent you, которое, бывает спасибо, которое сказано с тоном голоса, в котором звучит настоящая благодарность. Спасибо вам огромное, уважаемые друзья, за то, что вы помогаете, поддерживаете платформу ВАИКРА, за то, что вы жертвуете деньги, ходите на уроки, делитесь нашими уроками, изучаете в нашем боте. У нас есть бот. Обязательно зайдите, пожалуйста, в бот, который называется «Жизнь по Тори». Там есть разные серии уроков. Там есть бот по изучению Мишлей. Есть новый бот, который мы уже сделали по изучению книги «Экклезиаст». Представляете, «Экклезиаст». Спасибо вам огромное, что вы заходите и начнете изучать «Экклезиаст». Вообще просто я до потолка буду прыгать от благодарности, когда вы начнете изучать книги «Шлома Мелыха», «Царя Соломона», «Мишлей Екклезиаст» в телеграм-боте «ВАИКРА». Спасибо огромнейшее, преогромнейшее. И это разные. То есть слова могут быть одни и те же, а тон голоса другой. Он говорит такую вещь, что чем ты больше с энтузиазмом и дипли, и глубоко чувствуешь вот эту сценку благодарность, тем больше оно влияет и на того, кого ты благодаришь, и на тебя самого. То есть здесь очень интересно, что когда мы произносим какие-то слова, то эти слова, они же были в нас и до того, как мы их произнесли, только они были в подсознании. Потом человек осознает какое-то, у него есть намерение поблагодарить, у него есть, смотрите, как строится, ведь быть оптимистом – это намерение. Быть пессимистом – это тоже намерение. То есть когда человек хочет быть оптимистом, он хочет быть благодарным, то это желание, оно в моменте, когда он что-то получает, поднимает из его души, из его души, из его подсознания слова «спасибо». То есть слова «спасибо» любой пессимист, любой скептик, любой негативщик, циник и так далее, он знает слово «спасибо», он тоже может сказать «спасибо» и поблагодарить, и даже иногда «благодарить». Но весь вопрос в том, насколько есть намерение это сделать. И тот, кто хочет себя сделать благодарным человеком, он принимает решение, он принимает решение с утра «всё, сегодня буду благодарным». «Модэ анили фанэха» сразу он говорит «благодарен я перед тобой, мэлы хайве каям, царь живой сущий, шейхизар табиниш мати бэхэмла, что вернул ты в меня душу мою, раба ему на теха, велика моя вера в тебя». Поблагодарил, и твоя вера в меня тоже велика. Теперь дальше, у него же намерение это сохраняется, и он идёт, когда молиться, он в молитве просит Всевышнего «всевышний, дай мне, пожалуйста, усиль во мне это чувство благодарности, пускай я испытываю всегда благодарность, пожалуйста, чтобы я всегда испытывал благодарность к тебе, чтобы я замечал все эти милости, добрые дела, подарки, которые ты даёшь мне, чтобы я замечал всё то хорошее, чтобы я видел это, благодарил за это, чтобы я видел то добро, которое делают люди, чтобы я благодарил людей, чтобы я не забывал об этом моём решении и желании быть благодарным. То есть ты попросил Всевышнего, если ты эмоционально со всей силы попросил Всевышнего быть благодарным, это производит еще одно изменение во внутреннем мире и в духовном мире. Потом ты встречаешь человека и ты человеку говоришь спасибо, спасибо. Если ты сказал спасибо, то в этот момент это спасибо поднялось из твоего подсознания, из твоей души и вышло в виде слов. Но оно же это спасибо, оно оказало влияние на твое же мышление. То есть это как тропинка, по которой один раз прошел, протоптал, второй раз прошел, протоптал. Третий раз у тебя в мышлении уже тропиночка протоптанная, уже это спасибо выходит на автомате. Говорит здесь Равзелик Плистин, не надо на автомате, ты начни усиливать это спасибо. Спасибо тебе огромное, мне так было приятно. Помните у нас список я сделал, как благодарить, значит можно найти разные виды благодарности. Говорит один человек ему, Равзелику Плистину, он говорит такую вещь. А до этого еще очень интересно, я подчеркнул здесь, он говорит, представьте дом, в котором все время звучит искренне воодушевленная благодарность людей друг другу. Когда они с благодарностью, спасибо тебе за то, что ты там сделала кофе. Доченька, ты вернулась со школы, спасибо тебе огромное, что ты учишься, что ты такая хорошая девочка. Он говорит, представьте дом, насколько он будет наполнен энтузиазмом и воодушевлением. Представьте организацию, где все благодарны друг другу, благодарны клиентам. Он говорит, это будут очень яркие такие места, хорошие, приятные, где будет интересно находиться. И он говорит, обращается ко мне один человек и говорит, ну послушайте, говорит, я не могу стать таким вот прямо, вдруг я буду прям такой благодарный. Значит, он говорит, это не я буду, я не выражаю себя с энтузиазмом. И это не будет звучать натурально, если я вдруг начну вот так вот, вау, спасибо вам огромное, дорогие друзья, спасибо огромное, преогромное. У меня есть один, ну приятель, друг, он армянин, и он все время говорит, брат, он меня брат называет, брат, и это как брат. А я не могу, ну это не мое, я никого не называю братом, даже брата я не называю братом. А для него это естественно. И если я вдруг начну говорить брат, для меня это будет неестественно. И вот этот человек ему говорит, Равзеля Гуплистину, говорит, ну если я так начну с энтузиазмом благодарить, это не будет звучать натурально, если я постараюсь. Он говорит, я тогда ему сказал так, что действительно есть люди, которые используют lifeless way of talking. Lifeless way of talking, это на английском переводится безжизненный стиль речи. And we'll wonder if I'm alright. То есть будет действительно странно, если такие люди, они начнут выражать себя с энтузиазмом. Были они такие безжизненные, а тут они прям с энтузиазмом. Люди скажут, что ты там обкурился, напился и так далее. Теперь значит он говорит, я ему что посоветовал, что начни выражать себя с энтузиазмом в местах, где тебя не знают. Например, ты можешь, когда ты покупаешь что-то в магазине, ты можешь в магазине, что они знают, ты можешь с энтузиазмом поблагодарить продавца. Значит, ты можешь каких-то незнакомцев поблагодарить за то, что они показали тебе путь. Здравствуйте, как пройти в библиотеку? Значит, вот там-то. Спасибо вам огромное за то, что вы мне так красиво показали путь. Я вам очень благодарен. То есть тебя же человек не знает, как ты обычно безжизненно говоришь. Просто поблагодари его, может для него это естественно. Теперь, дальше, и этот человек потом к нему вернулся и говорит, to my great surprise, к моему великому, говорит, как бы неожиданности, сюрпризы. Я нашел, что это дало мне очень много фана в жизни. Дало мне много нового фана, ну такого развлечения, удовольствия. И, значит, когда я начал так обращаться к людям, более сильно выражать в себя мою благодарность, значит, во-первых, для них это не было странно. И это не было для них sound manic or strange to them. Он говорит, это не было для них, как будто бы я маньяк какой-то. Просто такой эмоциональный человек. И я добавил, little bit more enthusiasm, я добавил и в обычной жизни, когда я начал выражать себя с энтузиазмом в каких-то местах, да, благодарность, то у меня этот энтузиазм, он как бы пропитал мой весь способ мышления. И он говорит, что после того, как я делал это, привык это делать в каких-то местах, выражать себя с энтузиазмом, так, где меня не знают, у меня, в принципе, в жизни добавилось больше энтузиазма. И это дало мне this added more positive energy to my entire life. Это добавило больше позитивной энергии в мою внутреннюю жизнь. Вот такой вот хороший совет он нам дал. То есть выражаться с expression, да, с такой экспресс вот gratitude. Значит, я вам очень, очень сильно благодарен за то, что вы участвуете в уроках Вайкра, за то, что вы делитесь этими уроками, за то, что вы учите Тору, за то, что вы распространяете благодарность вокруг себя. Мы делаем огромное дело для существования мира, потому что в этом мире он существует для связи со Всевышним. И если мы со Всевышним связаны, когда нам хорошо, и мы благодарим Всевышнего, ему нет смысла делать для нас плохо. И в этот момент мы спасаем мир. То есть даже если тысяча человек будет каждый день с энтузиазмом благодарить Всевышнего за то, что есть, Всевышний ничего не будет у нас забирать. Он будет только добавлять, добавлять и добавлять. А из-за того, что люди, когда хорошо не благодарят, Всевышний забирает, и тут же все, ай, верни, верни, как было, верни, как было, верни, как было. Это вчера у нас была такая, как Рош Ходыш, и один, значит, Марк, он говорит, вот ты знаешь, говорит, действительно это так работает, что сейчас мы благодарны Всевышнему за то, что в квартире есть бомбоубежище. Это же круто, когда есть бомбоубежище в квартире. То есть, ну, раньше у него же оно всегда было. Он же не благодарил за бомбоубежище в квартире. А если бы он раньше заходил, говорил, классно, у меня бомбоубежище вообще. Так Всевышнему не надо было бы делать ситуацию, в котором он теперь благодарит за бомбоубежище. Понятно, да, идея? То есть, когда мы благодарим Всевышнему за то хорошее, что есть у нас в жизни, то мы создаем для себя гарантию, защиту, и мы получаем рай на земле. То, что нам обещал Раб Шалумаруш, что действительно ты акцентированно благодаря, ты прям чувствуешь вот эту вот радость от благодарности. Все, всем спасибо, спасибо Всевышнему, и до завтра. Спасибо, до завтра. И хочу сказать, да, пока еще Фейсбук не выключился, что вся сила наших уроков идет на то, чтобы освободили заложников. Сейчас заложники сидят страшно в этих подвалах, чтобы они вернулись все домой, чтобы всех бандитов убить с Хамаса, чтобы их уничтожили, и чтобы наступил мир. И чтобы наступил мир в Украине, в России, в Израиле, во всем мире, чтобы наступил мир, чтобы война закончилась сегодня, и все те злодеи, которые провоцируют войну, Всевышний знает, кто злодей, кто провоцирует, чтобы он этих злодеев остановил. Как знаете, как есть такие вот микробы, которые вызывают болезни, вот чтобы этих микробов Всевышний остановил, и чтобы все здоровые, добрые люди, они могли делать добро, жить, радоваться, любить, благодарить друг друга, и прославлять Всевышнего с помощью благодарности. Все. Удачи, всем успехов, до завтра. Удачи, всем успехов, до завтра.